аллилуйя жив господь аминь слава господа аминь аллилуйя давайте вкратце помолимся чтобы господь благословил слабо что мы было полезным нужным и актуальным мы уже благодарим тебя наш великий всемогущий бог спасибо за твою милость и благода за этот день который сотворил господь писание говорит этот день сотворил господь на радость нам и веселье потом возрадуемся и восторжествуем день аны больше благодарим тебя господь тебя что ты дал нам это чудесный день божий благословенный день прекрасный день божий и помоги чтобы боже твое слово было ясным доступным бор чтобы не привезло плоды результаты и благослови нашу жизнь чтобы мы научились боже у ног твоих и чтобы это было боже подкреплением воодушевлением укреплением утверждением боже для каждого из нас боже мы благодарим тебя что ты действующий бог живой бог который можешь по особенному господи говорит наши сердца божие учить и наставлять нас на всякую истину и поэтому нуждаются он помазание твоей мудрости и твое ведение за что искренне благодарен что твое помазание готова научить и наставит нас на всякую истину благодарим тебя наш любящий бог хвала тебе отец и не святой дух аминь аллилуйя слава господу и так приступим слава иисусу слава богу несмотря на то что у нас сегодня 13 число аллилуйя да мы чисто не соблюдаем садик это соблюдая для господа не соблюдая для господа мы движемся с божьей помощью в вере и благодати господне аллилуйя так давайте для начала откроем 17 главу луки есть такой евангелист лука и давайте откроем и посмотрим одну важную вещь и будем учиться быть внимательными покуда мы открываем хочу сказать такую вещь смотрите когда мы читаем то или иное слово мы уже я думаю много раз заметили что слово слову бывает рознь бывает считаешь слова я не говорю о том что на противоречит она разные она многообразные она удивительно многогранные и когда мы смотрим на пример одни места писания не нас вдохновляет второе место писания воодушевляет третье укрепляет вере четвертое место писаний они помогают нам быть внимательными чему-то 5 учат те наставляют а есть такие места писания которые отрезляют и когда смотришь вау думаешь ого вот это да как его так уразуметь и понять чтобы она принесла тебе какие-то плоды результата есть именно отрезляет кто-то может вспомнить как то место описание которое вот вы читаете у нас отрезвило вы думаете вот это да есть такой отрезляющее место писания есть вижу поднимаете руки слова будут примеру проклятся к делущее дело боже небрежно как вам попробуйте не отрезвиться до или примеру тоже по моему там проклят а тот уповает на мышцу человеческую божий более неже на мышцу божью согласитесь не так ли то есть есть такие места писания которые не оставляют равнодушными их назвать отрезвляющие по-другому их трудно вообще назвать и вот одно из таких отрезвляющих мест я хочу прочитать и оттолкнуться чтобы начать сегодняшнее слово 17 глава книги луки евангелист лука пишет так из сказал также иисус ученикам невозможно не прийти соблазнам но горе тому через кого они приходят лучше было бы ему если бы мелечный жертва повесили ему на шею и бросили его море вижу чтобы он соблазнил одного из малых всех представьте какая серьезность какая трезвость и какая ответственность писание говорит невозможно не прийти соблазнам вопрос не в том что их было мало много в количестве или качестве среди что они будут сто процентов важно наше отношение и дальше писание говорит так наблюдайте за собою если загрешить брата и против тебя вы говори ему если покаяться прости ему если всем разница грешит против тебя и 7 разниц обратись скажет каюсь прости ему и давайте обратим внимание то что писание говорит о том что ключевое слово этом это соблазнен иногда написано чтобы не соблазнил не думал из малых всех и мне стало интересно что же такое соблазн кто-то исследовал тему вообще соблазном что это я думаю что это очень важный момент нашей христианской жизни понимать потому что в этом есть какая-то опасность чтобы нам научиться многим вещам и когда мне что-то интересно я начинаю исследовать и когда исследую с божьей помощью я обычно что-то нахожу в этой связи мне нужно было открыть как же как и вам словарь посмотреть что же такое соблазн разве невозможно не прийти то есть они обязательно должны прийти как нам поступить поножить не что нам делать когда они приходят какова наша пути какова наша реакция и питом еще и правильно ли они какая попала а еще и правильная реакция важно и я открыл перевод и вот что я увидел во первых наш слова русский говорит так соблазн это нечто прельщающие влекущие искушение повод к греху понятно вроде бы но хочется глубже как обычно вроде бы понимаешь ну да ничего удивительного нету и когда я копнул глубже будешь то и увидел оказывается когда взять греческий язык оригинал что же ты слова стоит этот соблазн и вот тогда я понял хочу чтобы вместе поняли и уразумели вот трезвость этого стиха и урок который бог нам хочет преподать и вы знаете что и видел оказывается слово соблазном переводится есть двоякий перевод 1 отметьте про себя очень важный нюанс переводится как колышек поддерживающий дверцу ловушки представляете и 10 идея ловушки колышек это такая штука как язычок по другому то есть когда тут или иной зверек он под подлазит или подползает чтобы поживиться чем-то остыть какая-то ловушка он переползает эту ловушку и что сделает попадает нею а заметьте интересное второе перебортура значение толчок или удар ну мы сейчас не о партии говорим и надеюсь вы поняли толчок или удар и тогда когда я совмещаю я понимаю что это ближе хочу чтобы вы также поняли вместе со мной соблазн это колышек или язычок которые находятся в какой-то ловушке и к последствиям удара сверху а вот что такое соблазн и дальше когда мы понимаем мы разумеем что же как это можно применить нашей жизни что происходит в духовном отношении то есть когда мы как верующие мы живем в этом мире написано невозможно не придет соблазн то есть они по-любому будут везде то есть эти ловушки везде раз там и только можно зависит от нашей реакции если мы идем да и ищем приключение мы такие времена ищем включение себе куда на голову поэтому когда мы подходим к какому-то искушению то есть соблазну 3 мы сказали что русский язык говорит о соблазне как овлекущим чем-то манящим она раз идем идем класс англии грех же он привлекательный и он ведет манит 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 и мы не замечаем чего этого язычка это защелочки потому что обратить внимание дальше когда расшифровывается вот этот соблазн что такое в греческом языке видится так в основе понятия лежит представление о некоем препятствии на пути вот он язычок вот она то вот этот колышек препятствием на пути которые сбивают с толку и приводит к падению еще раз в основе понятия лежит представление о некоем препятствии на пути которые сбивает с толку или приводит к падению. Я понимаю, что когда, например, в животном мире тот или иной представитель того или иного животного вида подползает, он видит какую-то планочку, это препятствие, и оно сбивает толку. Где оно взялось? Ну ладно, там же корм сверху и есть. Ну как для животных это может быть один раз, как электрика один раз в жизни ошибается, такие животные обычно, тоже один раз ошибается в таком отношении, то для нас, когда люди в духовном мире, живущих, это может быть многократно. И снова урок. Чем больше человек попадает от такого рода ловушки, тем ближе он, потому что уходит в какое-то обольщение и в соблазн. Представьте, человек идет, идет, идет и вовлекут. Раз, 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 он пошел, 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 пошел. И переступил эту грань. Наступил этот язычок или защелочку. Что происходит в этот момент? Бум! По голове. И он такой, раз, следующий. Бум! По голове. Уже такое вот это, да. Тут опомнится, лишь бы прийти в себя. И если человек в этот момент не приходит к Богу, чтобы прийти и покаяться, и сказать ему, что Боже, помоги, спаси. Человек теряет ориентацию. То есть он теряет вот этот понимание, где он находится, чтобы делать трезвую оценку. Он стукнутый сверху. Второй перевод – удар, толчок. Согласитесь, как часто бывает действительно так в нашей жизни. Когда человек, когда мы на чем-то спотыкаемся, может это быть или любой грех, как выпивка или табак, или, допустим, блуд, или наркотики, что угодно, или сквернословие, и так далее. После всякого такого, мы чувствуем себя, как пришибленными. Не так ли? Вот он, этот соблазн. Нам надо прийти в себя. Нам надо отрезвиться. Прийти в себя, чтобы восстановить себя и свое отношение с Богом после этого удара по голове. Не так ли? Да. И это постоянно. И мы это мучим. Я теперь понимаю, вот это местописание, которое говорит так, что чувство навыком приучается к различению добра или зла. Как? Раз – дало. Уже второй раз – что? Будь осторожным. Раз вступил случайно в другую. Снова ударило. Почему? Потому что перешел эту защелку, этот язычок. Снова ударило. Снова приходит что? Развлечение. Понимание. И мудрый человек, чтобы носить уроки. Да, я не буду опять идти в эту западню, чтобы опять меня стукнуло. Опять ударило. Господь готов давать нам силы и мудрости, даже если мы подаем такого рода вещи, что делать? Выводить и приходить, выводить их из этих ловушек, из этих пасток, которые поставлены. Как Писание, как Писание, помни, говорит, выведем меня из стене от разбойника, из всякой сети ловца, от гибельной язвы. Кто помнит? 100, какой псалом? 90-й псалом, да. Почему? Потому что они на Сталине везде. Поэтому и выведем меня. Если мы попали в сет ловца, в гибельную язву, то Бог только дает нам мудрости выйти оттуда, и невредимым при том, а не пришибленными. Понимаете? Он исцеляет, Он врачует, так, чтобы мы уже начали все заново. И Писание, смотрите, говорит, когда Бог ведет, то мы тогда имеем плоды. Писание говорит, Он нас выводит и уводит, и мы там еще и пажет найдем. Но когда мы идем по поводу искушения, к соблазну, падение неизбежно. Переду даже пример животного мира. Кто слышал такую птицу, интересную, как медоуказник? Не слышали? Ну я вам расскажу, значит, вам будет тогда интересно. Есть такая птица интересная, называется медоуказник. Интересная вообще, уникальная птица. В чем суть? Когда она находит дупло с медом, и там рой диких пчел, она справиться с ними не может сама. Пчелы – это народ дружный, который всегда может в ответ дать какой-то птице. И тогда она прибегает определенного рода уловки. Она знает, что с этим может справиться, к примеру, медведь. Великолепно. Но медведя нет поблизости. И он как-то не чувствует, что здесь есть поблизости мед. что делать. А кушать ей хочется. Знаете, что она делает? Она летит по лесу и ищет этого медведя. Летает, 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 ищет, и только находит. А медведь, такой зверь, что его трудно не заметить. Да? Это не клоп. Медведь в лесу. Да? И когда она ходит у медведя, она довольна, подлетает, и всячески начинает чирикать ему песенки там разные, распевать и так далее. И представьте, он улавливает, о чем речь. Он понимает, эта птица неспроста ко мне прилетела, не просто мне чирик и там разные сказки, чтобы мне там спокойной ночи, малыши и так далее. Нет, это указ для меня какой-то. Это подсказка. И что вы думаете? Медведь, махина такая огромная. И он за этой птичкой чирик-чирик, а он такой и пошел за ней такой топтыгин. И идет за ней. Идет столько, столько надо. И что вы думаете в итоге? Она подводит ее к этому дуплу с медом. Ну, он, естественно, как искусный мастер, где когда уже мед под носом, тут уже ему никуда не деться. Он разоряет это дупло, наедается сам, до отвала. Что вы думаете делать эта птичка в этот момент? Она терпеливо ждет, терпеливо ожидает, когда Миша, Мишка наестся. И придет, придет ее черед. Он никуда не денется. Он не съест, поверьте. Но останется и ей тоже. И она тоже будет насыщена. Представьте, такая махина медведь, и он доверяет, он идет, доверяет этой птичке, что она придет не в капкань, не в пастку какую-то, не в ловушку к браконьеру, а приведет его к улью с медом. И будет насыщен и он, и эта птичка. Бог, он настолько многообразен, что он учит нас как в слове своем, так и во всем том, что он создал в этом мире. Чтобы в этом был урок, пример и благоседанность, чтобы мы научились многим полезным, здравым и необходимым вещам. И смотрите дальше. Что у нас сказано? Пятый стих очень важный. И сказали апостолы Господу, умнож в нас веру. И мне понравилось о том, что здесь Писание называет учеников апостолами. До этого мы видим ученики. Вот смотрите, если у вас Библия открыта, смотрите, 16 глава, 1 стих. Сказал же к ученикам своим, пожалуйста, 17-1. Сказал так же Иисус ученикам. Ученики. Неплохо. Но когда они выдали такое вот изречение, ну как не апостолами их назовешь, да? Умножь в нас веру. Это серьезная просьба. Поэтому даже Писание сказало, что вот это уже апостольский вопрос. Умножить в нас веру. И обратите внимание, что когда они в этом просят, Иисус отвечает интересным образом, Господь сказал, если бы вы имели веру в зерно горчичное и сказали смоковнице и струбнице и пересадить в море, то она послушалась бы вас. И Писание показывает, что суть веры в чем? не в столько в умножении в количестве, а в чем? В качестве ее. Вот поэтому я понимаю, почему один умный исследователь писания сказал так, мы ответственны более не за широту нашего призвания, а за его глубину. Аминь. И все это вместе подвело меня к теме нашей сегодняшней проповеди. Запишите тему. Это было вступление. Что способствует укреплению нашей веры? Мы же подошли к вере, правильно? Была проблема соблазны, которые разрушают всячески нашу веру, которые препятствуют, которые влекут к чему-то другому, чтобы мы не верили Богу, а вели к чему-то другому. Смотрите, апостол когда мы услышали о соблазне, вот это да, пожалуйста, умножь нас в веру. Мы переживаем, хоть мы и апостолы, но мы переживаем, когда Христос сказал, невозможно не прийти в соблазне, мы уже переживаем, мы уже думаем, как нам устоять. Поэтому они говорят так, тогда умножим нас в веру. И мне стало интересно исследовать несколько мест писания, которые показывают такую ситуацию, что что-то побудило людей поверить вдруг. вам бывало такие вещи интереса, когда вы что-то видите особым образом, когда написано, что-то произошло, и люди увидели, поверили, открылись как-то сердца, то есть пришли перемены какие-то. Мне всегда это вдохновляло, когда раз, и что-то происходило. В данном случае именно возрастание веры. И давайте напишем первое, что же способствует укреплению нашей веры? Исполнение Писания и Слов Христа. Первое, исполнение Писаний и Слов Христа. Когда мы видим, что Слово Божие исполняется, слова Христа работают, то что? Наша вера укрепляется, углубляется и расширяется. Аминь. Это первое. Посмотрим на примере одного местописания очень интересного и, я думаю, полезного. Итак, Иоанна, 2 глава с 18 по 22 стих. Напомню, это была ситуация. Впереди сказано о том, что Иисус вошел в храм и увидел, что дом молитвы сделан домом торговли, он выгнал из этих миновщиков, которые торговали в этом храме. И вот какая ситуация произошла дальше. 18 стих. На это иудеи сказали, каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать? Представьте, он взял бич, выгнал и всех, очистил храм, чисто, спокойно, и заметьте, никто и не пикнул. Удивительный момент. Не было такого возмущения, там, вау, как, это же наши деньги, и так далее. Все прекрасно поняли, что они виновны. И заметьте, вот такой вопрос возник, а докажи, какую ты власть вообще-то позволяешь себе делать? И смотрим, что дальше написано. Иисус сказал им ответ, разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его. Интереснейшая мысль. На это сказали Иудеи, сейх, храм стоил 46 лет, и ты в три дня воздвигнешь его, а он говорил о храме тела своего. И дальше ключевой, 22 стих, тот, который нам нужен. Он говорит так, когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вдруг вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус. Представляете? Знаете, сколько прошло времени, после того, как Иисус сказал эти слова, и после того, как он уже воскрес, они вдруг вспомнили, вау, он же говорил это, и вера раз, укрепилась, они утвердились, и с таким дерзанным пошли дальше. Вроде мелочь, написано, они вспомнили, и точно, он же говорил это. И вера настолько укрепилась. Знаете, столько прошло? Не три дня, не три недели, и даже не три месяца, три года. Три года. Это начало служения Христа, вторая глава Иоанна. Три года, минимум прошло три года, если не три с половиной. И они вспомнили, точно он это говорил. Урок для нас. Когда мы видим Слово Божие, исполняющимся в нашей жизни, когда мы видим Писание работает, это укрепляет нашу веру. Это помогает нам хранить себя вот этих соблазнов, о которых мы говорили в начале во вступлении. Это очень важно. Это первое. самое интересное, что были и враги, которые тоже слышали то же самое слово, но отреагировали по-разному. Ну, давайте запишем второе. Чистота мотивов, что помогает нам укрепить нашу веру, это чистота наших мотивов. Откроем для этого Матфея, 26 главу с 59 стиха. Книга Матфея, Евангелиста Матфея, 26 глава с 59 стиха. Напоминаю ситуацию. Это время уже перед распятием Христа. Очень такое трогательное время. И Писание говорит, что 59 стих первосвященники и старейшины и весь Синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы передать его смерти. Представьте, какой Христос был безупречным, что этим монстрам пришлось искать свидетельств. То есть, они были вот так, знаете, на каждом и там, и там, и там, и там, им пришлось ломать голову. Где же достать? Где достать свидетельства? А их не было. И обратите внимание, что было дальше. И не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но наконец, наконец, так и написано, пришли два свидетеля. И знаете, о чем они вспомнили? Знаете, о чем они вспомнили? Два лжесвидетеля, которые наконец вдруг где-то появились? Вот, что они вспомнили, оказывается. И сказали, о, он говорил, могу разрушить храм Божий и в три дня воссоздать его. И это сработало. Представляете? Парадокс. Ученики только после того, как он воскрес, вспомнили. Да, точно, это укрепило их неверу. Но есть другие люди, которые слышат то же самое слово, но всегда готовы превратить, извратить и использовать против. Встречалось такое в вашей жизни когда-нибудь? Встречаешь такое? Когда слышишь то же самое слово, и для одних это запах живительный, а для других, как писание говорит, смертоносный. И смотрите, что произошло дальше, что это свидетельство стало решающим. О, вот этого нам не хватало, вспомнили, да? И надо же память какая! Три года хранили его бережно, искали, 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 не найти, потом, о, нашли. Три года кто-то берег, хранил, и вот наконец выставил. О, вспомнили, вот он же говорил, что разрушит храм, и средня построит. Все, это же свидетельство. Самое интересное, что когда говорят такой вожди народа Израилева, написано там, это было книжники, фарисеи, весь Синадрион, как вы думаете, долго ли народу нужно, чтобы подпадить эти идеи, и чтобы вера начинала рушиться его народа? Тема-то у нас об укреплении веры. Долго нужно? Нет. Самое интересное, смотрите, когда у вас открыто это местописание, не перелистывайте здесь, 27 глава, только 39 стих, и дальше, с 39 стиха, 27, с 39. «Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря, «Эй, разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого, и если ты Сын Божий, сойди с Христа». Представьте, насколько заразны вот эти все вещи, получи, которые разрушают веру. Сказали власть имеющие, народу нужен миг, и они уже подхватывают это и говорят то же самое против. И вы думаете, на этом остановилось? Нет, оно пошло дальше разрушать. Оно пошло дальше разрушать. Это сила соблазна. Знаете, где оно выстроило? Уже аж после смерти Христа в жизни Стефана. Чтобы убедиться, посмотрим Диане 6.14. Оно и там выстрелило. Стефан, первый мученик церкви, когда он говорил Слово Божие к народу, защищался, вот смотрите, что произошло. Нужны были тоже какие-то свидетели уже в его жизни. И обратите внимание, 6 глава, 14 стих. «Ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус Назарей разрушит место сие и переменит обычаи, которые передал нам Моисей». Видите, какое живучее? То, что готово разрушать веру. То, что готово привести к соблазнам, то, что готово привести к этим ловушкам. Сказали вверхах, уже мигом народ об этом говорит, и уже пошло оно дальше по поколению. Уже смотрим, уже вылезло непонятно где. Работает. К сожалению. Следующее. Третье. Наши, что способствует укрепению нашей веры. И так мы сказать, исполнение Писания и Слов Христа. Есть. Второе, я могу сказать, чистота мотивов. Почему это не сработало в жизни фарисеи? Потому что у них были не мотивы, совершенно иные мотивы. Они постоянно искали что сделать? Уловить в чем-то Христа. Они пытались уловить, сами того не понимая, что они же сами в ловушке. Они пытаются кого-то уловить. Вот почему это им никогда не удавалось. Помните, они просили знамений? Вот мы поверим тебе, еще ты сойдешь с креста. Тогда может быть поверим, сойди с креста. Не понимая того, что может быть какой-то есть план Божий, замысел Божий, а может быть слово, которое вы же должны учить народ. Говорит о другом, о том, что должен быть прийти Мессия, пострадать за народ, умереть. Столько поручат, столько всего, а вы не разглядели, а теперь говорите, умножим нас веру, или вернее, мы поверим, когда мы увидим, как он сойдет со Христа. А где это говорится в слове? Где вы это видели, что об этом говорило в слове? Третье. Наше послушание приводящее к явлению Его славы. Наше послушание приводящее к явлению Его славы. После чистоты мотивов. Наше послушание приводящее к явлению Его славы, то есть Божьей славы в нашей жизни. Для При этом нужно снова вернуться к Иоанну, второй главе. Посмотрим еще одну интереснейшую историю из Писания. Вторая глава, с 5 по 11 стих. Это первое чудо Христа в Кадне Галейского, во время его общеземного служения. Оно такое довольно интересное местописание, но мы посмотрим под необходимым для нас углом в вопросе укрепления веры. Итак, смотрим с 5 стиха. Мы помним, что был брак Кадне Галилейской и не доставала там вина. И вот приходит Матерь Божья, то есть Мария, и говорит в 5 стихе. Матерь восказала служителям, что он скажет маму, то сделайте. Представьте, она уже увидела, уже убедилась, как действует Христос. То есть, если какая-то проблема возникает, просто сделайте все именно то, не больше и не меньше, как он вам скажет. А вдруг, если он такое скажет, что нам не понравится? Еще раз говорю, сделайте именно то, о чем он вас попросит. Я думаю, что она сказала, что это убедительно им. Потому что то, что он попросил, возможно, и сам себе им понравилось. Но пришлось. Раз, необходим успех. Смотрим дальше, что происходит. Было же тут 6 каменных водоносов. Кстати, один каменный водонос около 100 наших литров. Это немало. Стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или 3 меры. Иисус говорит им, наполнили сосуды водой и наполнили их доверху. Кстати, это были ритуальные сосуды для ритуального введения ног и посуды до и после еды. Ну, не совсем то, как бы, место, по нашему пониманию человеческому, из которого нужно будет черпать вино. Я думаю, что если бы увидели и узнали гостей о том, откуда им почерпнули, они были бы, наверное, не слишком бы рады. И говорить им, а теперь почерпите и несите к распаде Люпира. И понесли им в послушании. Когда же распадитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино. Знали только служители, почерпавши воду. Тогда распадитель зовет жениха и говорит ему, человек, всякий человек сперва подает хорошее вино, а когда напьются, тогда худшие. А ты хороший, сберег доселе. Так положил Иисус начало чудесам Кани Галерейской и явил славу свою. И уверовали в него ученики его. Класс! Почему это исследуем мы? А потому что финал написано, позитивно написано, что и уверовали тогда ученики в него. Вопрос, а до этого как? А до этого, значит, не доверяли. Или не полностью себя вверяли ему. Или не совсем были согласны с тем, что он предлагает. Но когда увидели в действии чудеса Божьи, славу через послушание, они что сделали? Они поверили ему. Они вверили себя ему больше. Да, конечно, можно говорить о вас, понимая, вот там вино и так далее. Но поверьте, если Христос превращает что-то в вино, то он знает, как его сделать таким, как надо. Там не было человека. Я думаю, что если бы человек делал хорошую вино, он бы сделал, да, как для себя, как для своих. Но это Христос. Это Он. Знаете, Он показал, вот смотрите, в чем был прообраз, почему так произошло, почему это нужно было. Потому что Его служение, оно должно было показать, что таким будет Его служение, преображающим Его служение будет, обновляющим и превращающим что-то в лучшее. То есть, когда Он где-то проходит, ничего не будет оставаться на месте, как было до сего дня. Все, где Он будет появляться, это было как пророчество наперед. Все будет превращаться, преображаться и становиться другим. Первое. И второе. Помните, как здесь написано? Всякий человек сперва подует хорошее. Если они уже выпили хорошего и готовы были что-то еще различать и понять, что здесь лучшее, значит, все было нормально, я думаю. Если они отличили. Поверьте. Да? Потому что обычно в такой ситуации уже они привыкли, какая у них планка. А-а-а, сейчас подадут ерунду какую-то по привычке, по традиции. А тут, э-э-э, вот это да. Класс. Повторяю, за качество отвечает Господь. Он превращал это не мы. Мы бы начудили, как обычно. Но это был Он. Поэтому Он и в ответе. Нам-то чего туда лезть. И смотрите, что еще. Об этом также еще видится указание на превосходство христианства, которое вот приходит над иудаизмом. То есть приходит лучшее по сравнению с тем, что уже было. Не так ли? Аминь. Приходит эра христианства, приходит нечто лучшее. Опять прообразный момент. Приходит лучшее. Да, было неплохо. Хорошие написано. Да, нормально. Но приходит лучшее. Смотрите, вот это слово. Сберег доселе. То есть имеется в виду, вот с этого момента приходит нечто лучшее в лице Иисуса Христа. Приходит нечто превосходнейшее. Слава Господу за это. И также последнее. Запишем четвертое. Запишем. Это слышание. То есть слышание Слова Божьего. Простой пункт. Ну, мы посмотрим на примерах. Четвертое. Что способствует укрепление нашей веры. Заметьте, я говорю, не слушание, чтобы в одно ухо влетело, и второе, благополучненькое вылетело, а именно слышание, чтобы слушая, услышать. Это самое важное. Вот это приходит тоже в укрепление веры. И мы посмотрим на некоторых местах Писания, они об этом подтверждают. Итак, давайте откроем Деяние 4.4. Апостол, в данном случае апостол Петр, когда он проповедовал Слово Господне, обращаясь к народу, когда Слово звучало в силе, то есть было высвобождено, написано в четвертом стихе, «многие же и слушавших Слово уверовали, и было число таковых около пяти тысяч». Опять это слово «уверовали». То есть какое-то событие, в чем суть сегодняшней нашей темы? Когда мы видим Писание, а Писание, оно толкует само себя. То есть оно говорит о себе, оно подтверждает само себя. Когда мы видим нечто, что поднимало веру, класс, это урок для нас. Брать можно на вооружение, можно тем повозить. Когда в жизни технических людей что-то происходило полезное, это урок для меня, это подсказка для меня, я тоже могу это взять для себя. И в Диане 14, 4, Диане 14, 1, сказано так. «В иконе они вошли в иудейскую синагогу и говорили так, в Гаврии, заметьте, так, что уверовало великое множество иудеев и эльнов. А неверующие иудеи возбудили, дрожили братьев против сердца язычников, и так далее». Заверните внимание, слышится Слово Божье. Одним воспринимается, что они верят всем сердцем и хранят свою веру, чтобы не пойти в этот соблазн, в эту ловушку. А для вторых, это возможно, что возбудить кого-то, раздражиться и так далее, то есть попасть в эту ловушку другими словами и войти в нее. Вот почему Писание говорит так. Напоминаю, что это Коринфянам, только Коринфянам 13,5. «Испытывайте самих себя, верили вы». Вот как бы итог такой. То есть для нас, в чем урок, мы каждый день испытываем самих себя, верили мы. И дальше Писание говорит, самих себя исследуйте. То есть для меня это из-под, насколько я в вере. То есть сегодня, сегодняшний день, или эта неделя, попал ли я в какую-то вот эту ловушку, которая где-то меня ударила или пришибла немного. Есть ли возможность у меня прийти к моему брату, чтобы он помолился за меня, прийти к Господу, чтобы он исцелил меня, чтобы сохранил меня от этих тенет-разбойников, как Писание говорит, от сети ловца, от гибельной язвы. То есть вот этого соблазна, который мы сегодня разбирали. Это колышек. Это удар после колышка. Господь готов меня от этого исцелить, освободить и даровать что? Новое видение. Потому что согласись, когда оно бьет, мы настолько дизайн, что мы уже не видим картин, как мы должны видеть ее. нам уже оно кажется перевернутым. Мы уже видим под другим углом. То есть уже таким каким-то перекошенным таким видим все. И это в духовном мире так и есть. Оно становится перекошенным. И только он может нашу голову поправить и поставить на место. После тех ударов, которые мы переносим. Он может это делать. Поэтому, благословенные, уважаемые, много-много-много, любимые Господом, Божьи сосуды, давайте тогда поднимемся, помолимся, чтобы Бог дал нам благодать, силу, крепость, чтобы Он берег, хранил и защищал нас от всех этих соблазнов, от всех этих, всякого-то зла, которые не укрепляют нашу веру. И помог нам, что вера наша всегда укреплялась в Господе. Чтобы Бог давал нам вот это чувство понимания. Кописание говорит, чувство, мы что делаем? Навыком приучаем к развлечению добра и зла. Аминь? Это важно. Давайте помолимся. Боже, мы благодарим Тебя, наш великий, драгоценный, всемогущий Господь. Ты жизнь наша, Ты упование наше, Ты крепость наша. И Писание говорит, что праведник, он находит в Тебе прибежище. Господь, Ты наша скала, скала нашего спасения, крепость жизни нашей и упование нашей, Господь, Бог великий, святый, всемогущий. И мы благодарим Тебя за это. Мы молим и просим, Господь, во-первых, исцели, пожалуйста, всех тех, которые, Господи, находятся в тех иных соблазнах Божьих, находятся в тех иных приманках, которые влекут, которые приманят в Скибеке, тех людей, которые еще находятся в рабстве турного греха или привычек. Мы молимся и просим, прикоснись. Прямо сейчас, Боже, даруй ту свободу в Тебе во имя Иисуса Христа, которая поможет им вырваться из сетей лукавого во имя Иисуса Христа. Вырваться, Боже, из тех всех напастей, из тех ловушек, которые везде и повсюду расставлены луками, чтобы уловлять каждого из нас. Мы молимся, дай нам мудрости, даруй благодати, Господи, во имя Иисуса Христа, не упадать ни в какую ловушку. Как бы, Боже, оно не было привлекательно, храни, Боже, защищай и берегай нас, Боже, не входить, Боже, в них во имя Иисуса Христа, но хранить себя в этом чистыми, Господь. Мы молимся, Боже, во имя Иисуса Христа, исцеляй таковые сердца, исцеляй мышление, Господи, исцеляй понимание, исцеляй, Боже, чтобы приходила здравость, здравое отношение, то, которое было до того, когда мы попадали в те иные ловушки во имя Иисуса Христа, Господь, ты из сердцевниц, ты из Бог преображающий, превращающий в добро все то зло, которое враг где-то когда-либо пытался сделать против нас. И мы благодарим тебя, что если мы в каком-то сражении терпели неудачу, Боже, помоги, что мы в целой войне этой одержали победу во имя Иисуса Христа, Божия, даруй нам силы для этого и благодать, как народу Твоему, Господь, во имя Иисуса Христа. Господь, даруй нам, покажи нам путь. Писание говорит, что ты, Боже, лучший пример в этом. Когда мы идем с Тобою, когда мы слышим, Боже, и разумеем Твой голос, Господь, то мы входим, что-то приготовленное Тобою, выходим и пажать имеем. Мы имеем добро и благословение и лучшее, Господь. Научи нас этому. Разуми нас. Нас там, Господи, во имя Иисуса Христа, Божий. И помоги нам, чтобы воистину наши чувства навыкам, Боже, то есть опытам нашим приучались к защитению добра и зла. Во имя Иисуса Христа, нашим, каждодневном хождении с Тобою. Боже, благодарим Тебя, Боже, славим Тебя, что Ты даешь нам, Господи, духовное зрение, духовное слышание, духовное понимание и развлечение, Господи, чтобы хранить, беречь и защищать Твой народ в это последнее время. Во имя Иисуса Христа, всемогущий Царь. Боже, благодарим Тебя, Боже, славим, Боже, величайми поклоняйся за это, наш любящий, заботливый, драгоценный, святой, мудрый Бог. Будь прославлен и возвеличивающим в нашей жизни, Господь. Будь привезен на искренний славян, на щудный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Аминь. Слава Господу. Слава Господу.